Всего неделя осталась до официальной презентации нового смартфона от HTC. Некоторые называют его Aero, другие A9, кто-то даже Hero, вспоминая о сенсационном заявлении директора компании HTC ShareWong, которая еще летом обещала представить новую героическую модель смартфона от HTC. В сети все чаще появляются утечки спецификаций и изображений, и я предлагаю обобщить все слухи в одном коротком видео. Всем привет, друзья, с вами Дмитрий Калинин, и мы начинаем. Первые слухи о новом HTC начали появляться еще летом. Предсказатели пытались попасть пальцем в небо, и я решил узнать через свои источники, насколько все это правда. Официальные и неофициальные каналы HTC молчали как партизаны, но все же, видимо, для того, чтобы меня успокоить, мне сказали, что новый HTC будет похож на iPhone 6, о чем я сразу же сообщил в своем твиттере. Шло время, появлялись новые утечки, но все это не вызывало какого-то доверия. Назывались различные даты, выставки, но все как обычно, ни одного предсказания не сбылось. Недавно компания HTC официально объявила дату презентации нового смартфона – 20 октября. И как-то сразу посыпалась более реальная информация. Согласно новым утечкам, HTC сохранит свой фирменный дизайн. На задней панели останутся полоски антенн, которые теперь копируют все, кому не лень, от Apple до китайцев. Спереди нас ждут заметные обновления. Печально известная тройная рамка HTC наконец-то канет в прошлое. Теперь это цельное стекло Gorilla Glass 4, стойкое к повреждениям при падении. На передней панели появится сканер отпечатков пальцев. Хочу обратить внимание, это не механическая кнопка, а сенсорная, как в HTC One M9+. На левом торце лотки для нано-сим-карты и карточки памяти microSD. На правом клавише управления. Предполагается, что смартфон будет оснащен 5-дюймовым дисплеем с AMOLED-матрицей и разрешением Full HD. Процессор, по разным данным, будет от Snapdragon 617 до 620. Были даже слухи о новом Mediatek. Оперативной памяти 2 или 3 ГБ. Постоянной от 16 и выше. Основная камера получит 13-мегапиксельный модуль с оптической стабилизацией изображения. Фронтальная же камера наверняка останется ультрапиксель. Существует вероятность, что новый HTC получит музыкальный чип или специальные профили звука. К сожалению, фронтальным динамикам BoomSound не нашлось места на передней панели, но звук в наушниках обещает быть ошеломительным. Новинка получит аккумулятор 2150 мАч, но не стоит расстраиваться, так как на борту будет обновленная оболочка Sense, которая будет оптимизирована под новый Android 6.0. Основной фишкой нового HTC будут его размеры и вес, а именно толщина около 7 мм. Корпус, конечно же, будет выполнен из металла. Вес около 130 граммов. Смартфон будет представлен 20 октября, вероятно, в шести расцветках, а уже через неделю он станет доступен в некоторых странах. Стоимость ожидается от 400 до 600 долларов. В России новинка должна будет появиться к Новому году. И еще кое-что. Некоторые недалекие люди начали сравнивать новый HTC с iPhone 6. Приводят в пример полоски антенн, которые HTC придумала задолго до iPhone в легендарном M7. Также тычут пальцем на выпирающую камеру, забывая о том, что в HTC One S компания предложила такой вариант. Ну и так далее. Вплоть до того, что новый HTC прямоугольный со скошенными краями. Это самое смешное, но не треугольным же ему быть. В общем, хватит искать какие-то параллели. Сейчас все смартфоны одинаковые черные кирпичи. И на этом я заканчиваю это видео. Уже 20 октября мы все узнаем, поэтому не забудьте подписаться на мой канал. Обязательно читайте меня в Твиттере и ВКонтакте. Ставьте большие пальцы вверх. А с вами был Дмитрий Калинин. До скорых встреч, друзья!